О безопасности своего дома жители задумались в начале этого года, когда во время ремонта на чердаке нашли труп мужчины. Кроме того, рассказывают люди, во дворе постоянно что-то случается. То шины проколят, то бензин сольют. И поэтому решили установить видеонаблюдение. Прежде чем принять решение и посоветоваться с жителями, я обзвонила и другие компании с просьбой предоставить нам подобную услугу. Но ни одна компания не пошла нам навстречу. На собрании жителям предложили принять участие в программе «Безопасный город» и установить на подъездах современные домофоны. Жильцы инициативу поддержали. Это в принципе государственный проект, домофонить и сделать камеры. Вот этот аргумент был самым главным. Вы согласны? Да. На что вы согласны? На какой уровень? Я сказал, что на камеру внешнюю, не внутреннюю и домофон. И плата 45 рублей, по-моему, там ежемесячно меня вполне устраивает. Компания «Инвестор» установила жителям современные домофоны с функцией видеонаблюдения. Умное устройство также предупреждает людей о том, что в доме идет ремонт или во дворе убирают снег. К тому же с его помощью можно связаться с единой диспетчерской службой 112. Жители новшеством довольны. А вот та компания, что ранее обслуживала дом, напротив, пошла на конфликт. Представители новой обслуживающей компании говорят, конкуренты просто так территорию не отдают. После установки похитили камеры и недавно прокололи колеса у машины одного из сотрудников. Это автомобиль нашего монтажника. О данных происшествиях мы написали заявление в милицию. У прежней обслуживающей фирмы своя точка зрения на происходящее. По сути, здесь получается рыдерский захват. Вот и все. Вся позиция. То есть мы являемся обслуживающей организации. С каждым жителем заключены индивидуальные договора на ТОО, на основании которых мы предоставляем им квитанции. Получаем с них денежку. Сейчас без нашего ведома приезжает некая компания. Все это переделывает. Мы исполняем волю собственников. Если собственники принимают решение на общем собрании, только тогда мы монтируем оборудование. Прежняя компания на очередном собрании жильцов не смогла убедить жителей в своей правоте. Люди все-таки сделали выбор в пользу домофона с видеонаблюдением. Впрочем, на этом история не заканчивается. Обе домофонные компании написали заявление в полицию. Те, что вынуждены были отступить, жалуются на то, что у них отняли возможность зарабатывать. А коммерсанты-победители обвиняют незадачливых конкурентов в порче имущества. Так что точку в этом споре теперь должны поставить правоохранительные органы. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.